Добрый день! И это наш эфир, который должен был выйти на самом деле утром. Но утром у нас зашлись именно разъединительных разговоров. И три попытки выйти в эфир закончились пониманием того, что нужно сменить время выхода в эфир. И сегодня мы с вами все-таки проведем наш четвертый эфир из серии «Творчество знаменитости 24 сентября». Я расскажу вам сегодня еще об одном очень известном человеке, очень талантливом человеке, жизнь которого изменила, наполнила, вдохновила и абсолютно трансформировала творчество. Сегодня у нас с вами помимо актерской истории будут еще две мои истории, как я вам и обещала. Одна из них это будет история о экзамене в 11 классе. Он был очень необычный, и он был связан с творчеством. А вторая это история о том, как я не стала жертвой кризиса переселенца. Во время второй истории у меня могут быть разные эмоции. Предупреждаю сразу, слабонервным лучше даже не слушать эфир. Вы знаете, что 24 сентября у нас пройдет день арт-терапии, и в Киеве будет целый день проходить 6 мастер-классов, будут выступать разные тренеры. Будут рассказывать о том, как с помощью творчества можно вдохновлять свои отношения, как с помощью творчества можно вдохновлять свои семьи, как с помощью творчества можно изменять свою жизнь и управлять ею. Недавно я услышала прекрасные слова. Вы срываетесь только тогда, когда вы не в контакте со своими целями. И я подумала, вот как же права вот эта женщина, которая так сказала. Как же она права. Мы действительно реагируем на все вторичное всегда, когда мы не в контакте со своими целями. И теперь, когда мне хочется на что-то раздразиться, или на что-то погневаться, или испытать какую-то претензию, я себя останавливаю и говорю, «Лена, а с какой целью ты сейчас не в контакте?» И меня это останавливает. Надеюсь, что вы попробуете этот простой фокус. А сейчас давайте поговорим о нашем актере. Итак, сегодняшний эфир мы начнем с вами с цитаты, которую сказал известный актер Дэвид Боуи. «Искусство – это все, чем я когда-либо хотела обладать. Оно действительно может менять ваше состояние по утрам». Так говорил о своем отношении к искусству британский рок-певец, автор песен, продюсер, звукорежиссер и актер Дэвид Боуи. Он имел огромную страсть к живописи и рисовал без устали. Боуи вдохновлялся именитыми художниками и своей свободой в жизни. Он не боялся экспериментировать с разными стилями и с разными материалами. Но особое внимание всегда Дэвид Боуи уделял портретам. Как правило, это были портреты окружающих его людей. Начиная с 90-х, работы Боуи неоднократно выставлялись в галереях по всему миру. Несмотря на большое количество интересующихся коллекционеров, в продаже эти работы появлялись крайне редко, лишь на благотворительных аукционах. В настоящий момент картина музыканта находится в семейном архиве, а также частично в публичных и частных коллекциях. В 2016 году после смерти музыканта у него дома обнаружили коллекцию произведений искусства разных именитых художников, которые состояло из более чем 300 произведений искусства. «Единственное, что я покупаю одержимо, это произведение искусства», сказал Дэвид Боуи в интервью BBC от 1999 года. Однако широкой публике практически ничего не было известно о тайной страсти этого музыканта. Представьте себе, когда ты можешь купить себе все, что угодно, любые удовольствия, любые удовольствия и любые наслаждения, абсолютно все. В этот самый момент человек выбирает покупать картины, потому что они являются воздухом для него и вдохновением. Присоединяясь к идее о том, что творчество действительно спасает наши жизни, расскажу вам историю о том, как я сдавала экзамен в выпускном классе, экзамен по украинскому языку. Мы должны были прослушать рассказ и написать по этому рассказу сочинение с размышлениями. Я не помню сейчас уже тему этого сочинения, но я четко помню, что когда я его прочла и услышала, я поняла, что я не смогу просто пересказать это. Иначе я допущу очень много ошибок. У меня никогда не была идеальная грамотность письменная, и у меня очень волновал вопрос наличия ошибок в этом выпускном экзамене. И тогда моя творческая часть приняла решение за меня, и она мне сказала, «Дорогая Лена, мы с тобой пишем сочинение-изложение в стихах». И вы бы видели глаза моих преподавателей, которые принимали у меня этот экзамен, когда они видели, что я делаю. И в моей школе, Георгиевской средней школе номер один, привет всем коллегам, которые эту школу завершали, вот в моей школе никто никогда еще выпускной экзамен сочинения в стихах не писал. И тогда у меня не было задачи как-то выделиться, вообще не было. У меня была задача сделать меньше ошибок. И я не знаю, что сложнее написать сочинение своими словами или написать его в стихах, но для меня тогда это казалось самый возможный, самый допустимый путь. И в тот момент я поняла, что склонность к стихосложению, да, она сыграла ключевую роль, и я получила выше балл за свое сочинение и выше балл по количеству ошибок. И благодаря этому баллу, собственно говоря, мне повезло поступить на безоплатное обучение в университет. И это тоже большая очень история, как это все получилось, потому что я даже подумать не могла, что если ты хорошо учишься и любишь то, что ты делаешь, то, что в твоей жизни могут случаться чудеса. И изначально я поступала на контракт, а потом случайно, случайно освободилось место, и мне предложили сразу перейти на бюджет. Это было удивительно, потому что у меня был высокий балл вступительный и хорошие оценки уже тогда на первом курсе. Но вторая история, это еще более история удивительной, которая тоже связана с творчеством. Она непростая, то есть сейчас не будет весело, но она может быть полезна всем, кто сейчас пребывает в какой-то тяжелой жизненной ситуации. Три года назад, когда в Луганске случилось все, что там случилось и происходит сейчас, мы переехали в Киев, и у меня был очень сильно потерян контакт с моей мамой. И было такое время, когда даже телефонной связи не было. И это были, пожалуй, самые непростые дни моей жизни. И моя мама в этот самый момент стала болеть очень сильно. То есть ее состояние, оно было на ниточке буквально. И я понимала, что у меня есть все возможности, но я не могу ими воспользоваться, потому что, ну, и все обстоятельства, которые сильнее меня были на тот момент. И это такое чувство какой-то сумасшедшей беспомощности, когда ты понимаешь, что самый главный человек в твоей жизни, он нуждается сейчас в своей помощи, как никогда. Но ты ничего не можешь сделать. И у меня было очень большое количество тоски, и я очень скучала за мамой. И я понимала, что если я как-то не начнула с ней вести какой-то диалог, то мое сердце, оно просто разорвется. И когда-то мой учитель сказал мне такие слова. «Когда тебе плохо, иди к тем, кому хуже, чем тебе». И я поняла, что есть люди, у которых вообще нет мам. Я подумала о том, что есть люди, у которых есть мамы, но они с ними не разговаривают или хранят на них обиды долгое время. Я поняла, что есть люди, которые не могут простить своих родителей с детства. Я поняла, что есть люди, которые имеют такое количество злости к своим родителям, что им будет очень сложно строить все отношения в своей жизни. И вот в самый-самый тяжелый, самый слезный, наверное, день своих переживаний о том, что у меня не было возможности помочь моей маме, я принимала решение написать книгу, которая получила название «Услышь родителей своих». Это одна из немногих книг в мире, которые написаны о взаимоотношениях взрослых детей со взрослыми родителями. Что делать со своими родителями, когда тебе за 25? И в этой книге я собирала огромное количество историй. Мы проводили благотворительные проекты «Моя мама и мой папа», которые выложены на нашем YouTube-канале. Вы можете их там увидеть, в которой поддержали огромное количество моих коллег, друзей, людей. Это очень трогательная встреча. И материал этих встреч стал основанием для написания этой книги. И люди думают, что я пишу книги для мира и для людей. И, наверное, да, в какой-то части я пишу книги для мира и для людей. Но эту книгу я писала для того, чтобы общаться со своей мамой. И когда болезнь все-таки победила, и у меня уже не стало физической возможности общаться с мамой, даже когда появилась связь, через эту книгу, через какое-то время мама стала разговаривать со мной. Это удивительно. Когда подходили люди и говорили, что вот я прочла эту книгу или там другую книгу по обидам, и мы с мамой помирились. То есть ко мне стали приходить отзывы о книгах именно про отношения с мамой. И я поняла, что никто иной, как моя мама, значит, сидя там наверху, направляет это все дело, просто его координирует, как какой-то менеджер проекта, понимаете. И в какой-то момент я поняла, что моя мама далеко, потому что издалека ей виднее, куда меня направлять и как мне подсказать лучше. И вот эта метафора, она стала для меня, вы знаете, что метафора этого мощнейший инструмент, арт-терапия, она для меня стала очень сильной. И эта книга, как мой диалог с мамой, это была моя личная победа, наверное, для того, чтобы не свалиться в кризис переселенца, для того, чтобы не остановить свою жизнь на какое-то время, не отвернуться от своих родных, не отвернуться от драгоценных коллег, не отвернуться от всего мира. И когда я слышу, что людям плохо, я очень часто повторяю те слова, которые были сказаны мне, когда тебе плохо, иди к тем, кому хуже, чем тебе. 24 сентября, на Международном дне арт-терапии, который мы будем радостно, ликуя, встречать в Киеве, я буду рассказывать очень много разных историй. Можно сказать, что это вообще будет день истории. И истории свои, и другие истории будут рассказывать другие тренеры. Это будет и Елена Жаворонкова, это будет и Инна Ивженко, и это будет наши гости из Казахстана, Гульзар Маулядин. Будет очень много искренности, будет очень много человеческого тепла. И если вы чувствуете, что ваше сердце нуждается в окружении людей с высоким уровнем этики, морали и с высоким градусом человечности, то пространство, которое мы создаем 24 сентября, оно для этого. Это мир, где мы будем говорить только о мире, и где мы будем говорить о том, как нам ценить тот мир, который у нас есть в душе и в нашем пространстве. 24 сентября мы будем размышлять о том, как каждый день делать выбор в правильную сторону, как каждый день понимать, что могу я или не могу, я решаю. Я решаю. Есть у меня где-то там в заначке 0,5 чайной ложки сил. Я решаю, как я отношусь на то, что вам кажется, вы устали, а вам дают еще какую-то тяжелую работу. Вам с вами так обращаются, потому что вас не любят, или другие люди верят в вас больше, чем вы сами, в ваш потенциал. очень много открытий, очень много размышлений на тему смысла в жизни, на тему творчества и на тему того, что кризис — это всегда шок и шанс, и выбирать только вам. И если это первый кризис в вашей жизни, то это не значит, что у вас нет опыта, потому что вы уже родились, и то, что человек проходит в момент рождения, часто гораздо сильнее многих других вещей. Но только мы забываем об этом. Знаете, у нас вообще есть сумасшедшая склонность забывать о своей силе. И мы так сильно забываем о своей силе, что мы начинаем ее бояться. Я приглашаю вас всех на встречу с вашей собственной силой 24 сентября в Киеве. Можно подключаться к онлайн-трансляции. Очень ждем вас. Готовим необыкновенный праздник. Который повернет людей к себе творящим, к себе прекрасным, к себе красивым. Спасибо всем, кто был на этом эфире. Спасибо всем, кто поделится этим эфиром. Спасибо команде, которая помогла реализовать этот проект и подобрала прекрасные тексты и истории о жизни известных людей. Вам желаю прекрасного завершения второй половины дня. Я вам желаю, чтобы каждое преодоление ваше превращалось в необыкновенные крылья. Каждый день летайте. До встречи 24 сентября.